Смотрите, мы положили свои брюченки на стол. Перегнули как бы по стрелочкам. Видите вот эти фонари, которые здесь образовались? Их надо срочно убирать. Для этого я скалываю вот эти шовчики друг с другом. Так, чтобы вот здесь попасть идеально. Для того, чтобы стрелочки легли туда, куда нужно. Я противница того, чтобы наводить стрелки до примерки. Вот получилось у нас. Помощницы. Давайте быстрее, чтобы было вот так. И последнюю. Вот смотрите, мы скололи. То есть эти шовчики у нас теперь одинаковые. И видите, как они плохо лежат на столе. Именно вот такое положение будет на ногах. И будет там все опять в складочку. А мы что сделаем? Мы вот так вот положим этот шовчик строго вертикально. Строго вертикально. Никуда не поворачиваем. И начинаем сутюживать вот эту слабину. Надо, чтобы на столе наши брюки лежали. Без всяких палточек. Без всяких. Ровненько, ровненько, ровненько и хорошо. И таким образом мы делаем нашу линию стрелочки не прямой, как просилась ткань. А видите, какой овал у нее появился. Ровненько, вот я не жму очень сильно, да, чтобы ласов не оставлять. Но, тем не менее, делаю вот такие овалчики. Я не задеваю уже боковой шовчик вот этот. Тоже для того, чтобы ласов не оставлять. Лишний раз не трогайте утюгом. И вот так, вот так, вот так мы превратили совершенно прямую линию в такой красивый овал. Двигаемся. Двигаемся. То же самое проделываем с задней половинкой. А здесь посмотрите, как у нас много всего получилось, да. Вот сейчас я вот этот пузыречек чуть-чуть припосажу. Вот этот, вот этот. Ой, сзади как много нам надо убирать. Сейчас будем потихонечку с этим справляться. Это мы оттянули на ягодички. Очень хорошо. Сзади у нас часть задняя выразительная. Поэтому мы опять там нет, не потеряли. Ниточка стоит. Вот смотрите, какими движениями я начинаю постепенно убирать вот эту слабину. Много слабины. Почему я люблю ткани особенные для блюд? Потому что ведь не все ткани позволяют вот так вот это все взять и сутюжить. Не все ткани. Вот я пытаюсь эту сутюжить. Она тоже у меня с трудом поддается. А что есть особенные? А? В чем особенность? Что есть особенные? Добавка? Ну есть ткани, да. Очень жесткие. Например, хлопок. Хлопок вы вот так джинсу какую-то, вы вот так никогда не сутюжите. Потому что он просто не позволяет так с собой обращаться. А мне надо... Да не в эластане даже дело. А в структуре ткани надо, чтобы между волокнами были какие-то расстояния. Ведь что значит сутюжить? Это значит уменьшить расстояние между волокнами ткани. Тогда появляется нужная нам форма. Ткани твидовые, например. Почему мы их любим? Они тоже потому что прекрасно сутюживаются. Потому что у них большие расстояния между волокнами. И вот так вот, и вот так вот, и вот так вот. Видите, у меня прям дуется, он дуется, не хочет ложиться. Кто там разговаривает с ним? Потихоньку. Вот, мы сейчас все равно ее добьем. Вот так, вот так, вот так. Сколько было действительно, смотрите. Вот видите, какой поворотик получился. Разве вот может какая-то другая ткань дать вот такой поворотик? Не все ткани это позволяют. Вот имейте это в виду. Поэтому я люблю брюки из особенных тканей. Во-первых, тяжелых. Во-вторых, немножко биэластичных. Биэластичных, значит, тянется поперек немножко. И вдоль немножко. Но понемножку. Когда резины этой много, тоже плохо. Давайте эту сторону проверим. Эта сторона тоже у нас замечательная. Вот тут маленькая какая-то складочка получилась на этой нижней стороне. Сейчас мы ее тоже уберем. И придавим, конечно, нашей подушечкой. А с этой стороны все хорошо. И видите, вот нет смысла делать вот эти ниточки. Куда ушло? Здесь нам уже не нужно. Посмотрите, как теперь на столе лежит наша ножка. Видите, как? Идеально. Идеально. Уже вот эти фалды, вот этих фалд под ягодицами, в районе коленочек, их уже нет. И начинается вторую сейчас подготовим. Первый этап озноровки брюк. Здесь у нас ниточку мы должны поставить, которую я уничтожила. И по ней оформить уже вот эту часть. Потом оформить линию низа. Потом обметать. Потом соединять брючинки друг с другом. Все. Спасибо. Спасибо.